Губернатор Приморского края Олег Кожемяков вручил знаки особого отличия героя Приморья участникам боя танка Алёша. Лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов из 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойской армии. За их плечами повреждены 8 целей, а именно 2 танка и 6 бронемашин противника. Мы по праву гордимся, что и Илья Владимирович, и Александр Сергеевич, то есть ребята, которые прославили и нашу 5-ю армию, 127-ю дивизию. Мы там, когда приезжаем сюда, не забываем, передаем 127-ю дивизию, 5-ю армию, различные снаряжения. Но если не будет человека, который умеет им управлять, то все это бесполезно, это металлург, правильно? Вот благодаря таким ребятам вы самое главное, что и дух задаете. Александр Леваков прошел военную службу от рядового до младшего лейтенанта. Перед мобилизацией 8 лет отработал в шахте и 3 года назад закончил педагогический университет. Сейчас Александр стал обладателем трех высоких званий – Герой России, Герой ДНР и Герой Приморья. Мы, считаю, вышли против двух танков, а по большому счету мы вышли против четырех. Просто два, получается, на этом направлении находились, с этой стороны на Водаровке, и два, получается, находилась с другой стороны. Они просто увидели, что мы просто пожгли эту технику, и они просто в бой не стали ввязываться, они просто ушли. Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже встречался с военнослужащими легендарного танка «Алеша» во время мероприятия по случаю 80-летия победы Красной Армии в Курской битве. Бойцы получили из рук главы государства звезды Героев России. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.